Добрый день, уважаемая публика! Мы снова на YouTube-канале Марка Солонина, и мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных истории Второй мировой войны, под общим названием «Первый фронт». Предыдущий наш разговор был посвящен разгромы Франции, ее союзника Бельгии и Голландии, то есть май-июнь 1940 года. Коротко в двух словах напоминаю, что Франция, ну уж не говоря про то, что там 40 миллионов населения в Германии 80, в два раза меньше, но не это главное. Но главное то, что Франция уже с 30-х годов разрывалась на части борьбой левых экстремистов, коммунистов, ориентированных на Москву, правых экстремистов, разнообразных фашистов, причем они интенсивно перетекали, левые экстремисты в правых и наоборот. И вот эта внутренняя несостоятельность французского государства, внутренний разрыв, раскол французского народа привел к тому, что страна оказалась не способна вести упорную борьбу. И, собственно говоря, после первых же выстрелов, которые прозвучали, 10 мая 1940 года, Франция начала сыпаться. И уже результатом этого внутреннего развала и раскола французского государства, французского общества и стало поражение ее вооруженных сил. В результате 22 июня подписано, 24 июня, вошло в силу соглашение о перемирии, да, именно так, соглашение о перемирии между Францией и Германией, но, по сути дела, де-факто, это, конечно, была капитуляция. А половина, северная половина Франции, включая столицу Париж, была просто оккупирована немцами, а в южной половинке Франции осталась некая формально существующая Франция со всеми внешними признаками государства, правительства, армии даже, военно-морской флот даже, огромные займовские владения, включая колонии в Северной Африке, ну, а Ажир, прежде всего, Туниш, тоже довольно близко. Вот, это вот то, что там сформировалось на юге Франции, удивительно, становилось каждый днем, похоже, на соседа слева, на франкистскую Испанию, на соседа справа, на фашистскую Италию. И, в общем, как-то стремительно превращалась Франция, но если уж не в союзника Германии, то, по крайней мере, в его идейного соратника на общему фашистскому фронту. Однако, однако, при всем при этом нельзя не признать, что даже в этой ситуации раскола, развала, гниения общества французская армия, и, в частности, что для нашего разговора сегодняшнего важна французская авиация, французские летчики, нанесли немцам очень существенные, очень ощутимые потери. В том, что касается авиации, немцы потеряли 90-71 боевой самолет без возвратного. Подчеркиваю, боевой самолет, то есть мы отсюда вычитаем транспортный, вычитаем связанные санитарные, десантные планировали и все прочее. Вот боевые самолеты в самом узком и точном значении этого слова, истребители, бомбардировщики, пикировщики, 971 без возврат на за 5 недель. Это, конечно, гораздо больше, мы об этом говорили, чем потери немцев за сопоставимый период времени летом 41-го года. Но тут важнее для того, о чем мы говорим сегодня, а сегодня мы говорим про битву за Британию, важнее не то, что там было когда-то, будет в 41-м году, а то, что на тот момент, летом 40-го года, потери, которые принесли лифтваффе, даже потери в самолетах, значит, даже, но потери в людях, в летчиках вообще невозможно восполнить за месяцы. Летчик готовится долго. Но даже потери в самолетах немцы не смогли восстановить в полном объеме. Смотрим на экран, видим таблицу. И мы видим, что ту группировку, которую Люфтваффе собрала для вторжения во Францию 10-го мая 40-го года, что она, представьте себе, и была самой большой на одном фронте, на одном театре за все время Второй мировой войны, а к моменту начала, ну, условному, очень условному моменту начала битвы за Британию, по всем показателям, по всем показателям, ну, у нас единственного пикирующих юнкерсов осталось столько же, у немцев всего стало меньше. В общей сложности, если 10-го мая немцы развернули против Франции и ее союзников 3641 боевой самолет, то к моменту начала битвы за Британию у них уже было всего-то в строю 3067. Не так, не принципиально, но стало меньше. Причем меньше стало по всем позициям, и, что очень важно, меньше стало по истребителям. Было 1226, осталось 976. Опять же, добавляю к этому, что потрепанные в боях против французских, английских, бельгийских, голландских летчиков, люфтваффе, примерно 80% только от этого количества были боеготовые самолеты, так что к моменту начала битвы за Британию у немцев было 2400 боеготовых, боевых, в самом узком смысле слова, самолетов. Много это или мало, это мы сейчас и поймем. Однако, при этом вот, в триумфальном марше, ну, до некоторой степени так оно и было, мая-февраля 1940 года, произошло одно событие для немцев, чрезвычайно тревожное на тот момент, а как потом оказалось и фатальное. 10 мая, вот так получилось, так получилось. День в день 10 мая 1940 года, премьер-министром, главой правительства, фактически руководителем страны Великобритании, стал Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль, это был человек, который были давно сформировавшиеся и очень твердые представления о том, что с Гитлером на одной планете жить нельзя. И что самое важное, эти представления нашли поддержку, нашли поддержку в широких кругах, слоях британского общества, во всех. От лордов, из палаты лордов, до рабочих, из рабочих кварталов Бирмингема. Что интересно, 22 июня, вот такая вот дата, 22 июня, так история шутит, с 40-го года советский посол Майский, товарищ Майский из Лондона, докладывает в Москву. 22 июня, тот самый день, когда было подписано вот это самое соглашение о де-факто капитуляции Франции. Кавычки открываются. Теперь уже можно с полной определенностью сказать, что решение британского правительства, несмотря на капитуляцию Франции продолжать войну, находит всеобщую поддержку населения. Паники нет. Наоборот, растет волна упрямого, холодного британского бешенства и решимости сопротивляться до конца. Решимость сопротивляться, скажем честно, это самое важное. Это самое важное. Однако проблемы с сопротивлением были очень велики. Начнем с того, что сахапутная армия, сопоставимая с немецкой армией, ну, в Англии никогда не было. Англия – Великая морская держава, и все свои военные планы, свою оборону или свою экспансию она строила на наличии мощнейшего океанского военно-морского флота. Сахапутные силы были маленькие, плохо вооруженные, в сравнении с немцами, естественно. Ну, а уж после поражения во Франции, когда в Дюнкерке пришлось на берегу оставить все тяжелое вооружение и с огромными усилиями эвакуировать хотя бы только людей, без оружия, ну, в общем, после этого, извиняюсь, английская армия, сухопутные силы можно было в сравнении с немцами, в общем-то, и не принимать. Что и видно по немецким планам, мы будем говорить об этой записке Йодля, начальника генерального штаба Германского, от 30 июня, в которой он был представлен некий план. Немцы считали, что им достаточно в первой волне десанта высадить 13 дивизий, вернуться следующей волной, доставить еще 12, и вот этих 25 дивизий будет достаточно для того, чтобы разгромить противостоящие британские силы, захватить, расширить, укрепить плацдарм, но если уж будет поставлена задача оккупировать всю страну, ну, начать довести силы вторжения до 43 дивизий. Для сравнения, 10 мая против Франции, Бельгии и Голландии было развернуто 135. И это были вполне реальные оценки, ничего серьезного на земле у британцев не было. Весь вопрос в том, как вот это вот доставить, вот это вот, вот это первая волна, это вторая волна. Знаете, даже 13 дивизий, тем более 25, тем более 40, это уже полмиллиона людей, а чтобы эти люди могли воевать, это нужно огромное количество вооружения, еще большее количество боеприпасов, это нужна горючка, это нужна эвакуация раненых и так далее. Как это можно сделать в ситуации, когда британский флот, безусловно, господствует на море? И как это сделать в ситуации, когда даже 7 дней Дюнкерка, 7 дней Дюнкерка показали, не о том, что вообще-то француз, извиняюсь, английская истребительная авиация способна, способна захватить и хотя бы на несколько дней держать господство в отдыхе над Ла-Маншем. В результате ситуация, я говорю про немецкое гитлеровское планирование, была сложная. И когда советская историография десятки лет рассказывала, да вообще все эти разговоры про высадку, это все блеф, на самом деле буржуазия, это хотела договориться с буржуазией, это и все они хотели создать единый антисоветский фронт. Некая доля здравого смысла в этих словах есть. То есть Гитлер прекрасно понимал, это видно, по действиям, не телепатический сеанс, а по действиям прекрасно понимал огромный риск, который связан с попыткой вторжения, с попыткой осуществления десантной операции. Потому что Ла-Манш – это не река. Хотя это называется English Channel, английский канал, это не канал, это морской пролив, 35 километров в самом узком месте, 150 в самом широком месте. Там морские дуют ветры, там происходят морские шторма, это крупномасштабная морская десантная операция. Поэтому одновременно с подготовкой вторжения, которое, несомненно, производилось, Гитлер попытался все-таки решить вопрос полюбовно. Да, действительно, да, действительно, 19 июля, 19 июля, Гитлер выступал в Рейхстаге, публичное выступление, его, конечно же, протранселировали все радиостанции, перепечатали все газеты, в которых он сказал, в этот час, сказал Гитлер, да, Адольф Гитлер, я чувствую себя обязанным перед своей совестью обратиться с призывом к благоразумию Англии. Я не вижу причины, которая заставляла бы нас продолжать эту войну. После этих замечательных слов было предложение. Давайте мы забудем друг о друге. Англия навсегда отказывается от какого-либо вмешательства в дела на европейском континенте. Континент будет наш, с точки зрения Гитлера наш. В обмен на это, Гитлер гарантирует невмешательство в британские дела, отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении британских островов, ну и даже там с колониями как-то по-хорошему договоримся, как их поделить. Ответа не было никакого. Никакого публично-официального заявления Черчилля об этом не было сделано. По дипломатическим каналам было сказано, что британское руководство не считает нужным даже обсуждать миролюбивые предложения этого агрессора. Так что пришлось немцам реализовывать те планы, которые, заметьте, были подписаны за три дня до. Директива по проведению операции «Морской лев» вторжения в Британию была Гитлером подписана 16 июля, то есть за три дня до того, как он обращался с призывом о том, что совесть его мучает и говорит о том, что войну надо завязывать. Идея операции была следующая. Смотрим на экран. Смотрим на экран. Да, у немцев не было возможности контролировать весь мировой океан, но на вот этом узком участке, вот на этом узком участке, который вы видите, они считали возможным, они считали возможным усилиями своего флота, усилиями своей авиации заблокировать район, отсечь попытки англичан проникнуть вот в этот участок Ла-Манша. Выставить там мощные минные заграждения, плюс удары пикирующих бомбардировщиков, таким образом отсечь попытки англичан туда проникнуть, изолировать этот район, и вот через этот относительно небольшой, там примерно получается 100-150 километров линии, по ширине фронта участок, собрать большое количество десантных судов и перебросить эти самые 13 дивизий первой волны. При этом надо иметь в виду, что никаких десантных судов, пригодных для морской, ну, никаких в таком количестве морских судов, пригодных для этой операции немцев не было. Они планировали использовать главным образом речные баржи, ну, серийные из других рек. Понятно, что речная баржа в морском проливе себя чувствует плохо, поэтому надо было выбирать еще какой-то узкий интервал, когда погодные условия будут позволять, ну, в любом случае, до начала осенних штормов, поэтому тянуть немцам было некогда, надо было начинать. Они лихорадочно готовили, делали новые десантные баржи, собирали по всей стране, и надо сказать, и надо сказать, что на пике готовности, а это середина сентября, немцы так и сосредоточили в портах, ну, на Ла-Манше, Франции, Бельгии и Голландских портах, они сорвали 1900 барж, 419 буксиров, и также 168 вполне себе нормальных транспортных морских судов. То есть подготовка к высадке шла совершенно реальная, войска первые шлона готовились погрузки, выгрузки, борьба на плацдарме и так далее. Однако, военно-морской флот, гросс-адмирал Ридер категорически сказали, мы, конечно, выполним приказ фюрера, о чем речь, но, для того, чтобы мы могли его выполнить, для того, чтобы эта огромная, вот, понимаете, флотилия тысячи, полторы, две тысячи плавучих каких-то средств могла пересечь Ла-Манш, мы должны обеспечить абсолютное господство в воздухе. Потому что, если по этому огромному флоту из ничем не защищенной РБАЖ будет бить британская авиация, мы просто утопим всю армию на дне морском, только и всего. Кроме того, кроме того, в том, что акцент, акцент главного усилия в сражении ставился на авиацию, конечно же, имела еще и личность. Личность. Ибо, если во главе Война Москва флота стоял гросс-адмирал Ридер, кто такой Ридер? А вот в авиации все не так. Во главе Люфтваффе стоял сам Герман Геринг. А Герман Геринг это второй человек в иерархии нацистской партии, второй человек в Гитлеровском государстве. Кроме того, что он был действительно заслуженным летчиком, асом и истребителем Первой мировой войны. Он командовал, кстати, эскадрильей после гибели Манфреда Ридгоффена, лучшего немецкого аса. Геринг был ну, альтер-пайта и геноса в самом точном смысле этого слова. То есть первые же дни создания нацистской партии, гитлеровской партии. Плечом к плечу он шел с вождем. В прямом смысле этого слова плечом к плечу они шли с Гитлером во время так называемого пивного путча. В Мюнхене это тогда, когда Гитлер успел лечь на землю, а Геринг получил три пулевых ранения, кровь свою пролил за движение. после прихода нацистов в класть он занимал самые разные высшие должности в системе этого государства. А уж после начала Второй мировой войны и в частности после вторжения в Советский Союз вполне официально законам Рейха Геринг был назначен преемником Гитлера. Вот этот вот человек возглавлял Люфтваффе после победы во Франции, над Францией. Именно для Геринга было придумано, сделано специальное звание рейхсмаршала, имперского маршала. Вот видите его в этом замечательном мундире. Желтые все эти побрякушки это литое золото, а жезл из слоновой кости. И вот этот человек, второй человек после Гитлера в стране, он, конечно, самим фактом своего наличия превращал Люфтваффе в некое государство внутри государства. Причем государство привилегированное и вся пропагандистская машина Риха работала на то, что именно Люфтваффе, именно немецкие летчики, это есть высшее воплощение нацистского духа, арийского духа и все кино-журналы показывают замечательно гитлеровские соколов. Поэтому неудивительно, неудивительно, что Геринга было желание, чтобы именно он, именно подведостная ему структура успешно завершила войну, они думали, что разгром Британии это и есть завершение войны, что именно Люфтваффе завершила бы войну с сокрушительным ударом и блестящей победой. Посему решено было, что операция начинается, и ее ключевой частью, вся операция повторения в Великобританию, это авиационный удар. Называлось это день орла, первый день, вся операция гнездо орла, все везде, орлы, соколы. План был такой, в течение первого одной, максимум двух недель массированные удары по британским аэродромам, прежде всего аэродрома истребительной авиации в Южной Англии, вдоль кромки Ла-Манша, должны уничтожить британскую истребительную авиацию, выдавить, вытеснить их, заставить перебросить силу уйти в глубину страны, что в принципе уже означало, что принять участие в боях над Ла-Маншем они не смогут. То есть вытеснить в данном случае было равнозначно уничтожить. После чего удар авиации переносится на военные объекты, на транспортные узлы, на предприятия авиационной промышленности и дальше, как было сказано в упомянутой мной записке Йодля, вот если и этого будет мало, если этого будет мало, то нанести Англии парализованной военно-экономическом отношении и едва ли способны к борьбе смертельный удар, если он еще потребуется. То есть, собственно говоря, сама высадка десанта предполагалась как финальная точка, которая, может быть, и не потребуется, предполагалось, что одних ударов авиации будет достаточно. А с чего бы такие надежды? А надежды были вполне себе обоснованные. Смотрим на экран, видим еще одну таблицу. В этой таблице показаны те группировки Люфтваффе, которые они смогли собрать 13 августа 40-го года, то есть, накануне битвы за Британию, а другой столбец это 22 июня 41-го года, первый день Великой Отечественной войны на Восточном фронте. Так вот, на огромном Восточном фронте, от Балтики до Черного моря, это 1200 километров по прямой, если от Риги до Одессы, на этом фронте у немцев было всего 63 авиагруппы и 2344 самолета, а против Британии, против кусочка с фронтом 150 километров, у них было 86 авиагрупп и 3067 самолетов. То есть, на этом клочке немцы в августе 40-го года сосредоточили гораздо большие силы, нежели на огромном Восточном фронте 22-го июня 41-го года. Далее, далее, что же этому могло противопоставить истребительное командование британских ВВС? Тут-то самое главное. Ибо история отпустила Англии мало времени, лучше сказать, наверное, она отпустила мало мозгов о предыдущему поколению политического руководства Британии, но в результате готовиться к войне не начали с недопустимым опозданием. В результате, с учетом к тому же тяжелых потерь во Франции, над Францией, над Дюнкерком, по состоянию на 11 августа 40-го года это всего 720 боеготовых истребителей. Еще раз, у немцев было 3067 самолетов. Ну да, из них боеготовых было порядка 2400. То есть у нас получается соотношение численности боеготовых самолетов где-то 3,5 к 1 конечно в пользу немцев. Кроме того, из этих 720 британских истребителей, 80 это были вообще устаревшие бипланы гладиаторы. Единственная сопоставимость с Мессершмиттом типа это спидфайр было всего-то 240. Сразу говорю, всю техническую, военно-техническую тему этого дела мы выносим следующую нашу беседу там мы будем говорить про локаторы самолета и так далее а сегодня просто отмечаем тот факт что в численности немцы превосходили своих противников по численности самолетов где-то в 3,5 раза. Опять же чтобы оценить эту цифру посмотрим на то что было в июне 41 года на Восточном фронте. вот в составе пяти западных военных округов ставших фронтами а также ВВС Балтийского Черноморского флота по состоянию на 22 июня 41 года было 4720 истребителей в том числе 1030 МиГ-3 Як-1 ЛАГ-3 так называемых новых типов. То есть еще раз не 720 истребителей как было у англичан а 4720 истребителей. Опять же поясняю что когда я считал советские истребители там не было учтено 25 формирующихся авиаполков и соответственно летчики истребители в их составе. Но даже не это было главное. Критической слабостью англичан было малое применительно к масштабу события и масштабу сражения ничтожно мало количество готовых летчиков. самолеты можно купить самолеты можно сделать людей летчиков способных вести воздушный бой нельзя печь как пирожки. Это длительный сложный процесс. А вот с летчиками была полная труба. В конкретных цифрах во время сражения за Францию над Францией английская истребительная у них это было отдельно выделено истребительное командование Королевских ФВС. Короче, английские истребители потеряли безвозвратно убитыми и попавшими в плен 435 летчиков. Плюс, как вы понимаете, большое количество раненых. В результате к первому июля все, что у них было это 1103 пилота истребителя. За следующие полтора месяца сгиблили все, что можно было летное училище, было у них такое что-то вроде Осавиахима, добровольно такие добровольные резервные авиационные силы. Какую-то часть летчиков-бомандировщиков лихорадочные подготовили, перевели в истребительное командование. Вот собравши все это до кучи, собравши все это до кучи, командующий британской истребительной авиации, сэр Даудинг имел 1430 человек. 1430 летчиков-истребителей, средний возраст 20 лет, то есть в основной своей массе это были буквально мальчишки, в лучшем случае как-то успевшие закончить короткие летные курсы, вот эти 1430 человек и должны были решить судьбу огромной британской империи. Да, именно тогда Минстон Черчилль сказал слова, вошедшие во все книжки, учебники, никогда еще в истории там по-русски это приходится говорить много слов, английская фраза короче, никогда еще в истории военных конфликтов человечества не было такого, чтобы судьба столь большого числа людей зависела от такой крохотной горстки людей. Английский коротко зафью немногие это слово просто эти, те немногие просто вошло в английский язык. Вот эта горсть людей должна была решить судьбу. Ну, конечно, каждый из них по-хорошему заслуживает отдельного рассказа, особенно учитывая те потери, которые они понесли, эти немногие. Время их много, время ограничено, одного нельзя не упомянуть. Видите, вы этого замечательного молодого человека, Дуглас Бадер, в середине который, Дуглас Бадер, без ноги летчик, истребитель. Он был постарше, он значительно старше, чем 20 лет. В 1931 году он уже был летчиком-истребителем, крутил бочки на запрещенной низкой высоте на своем биплане, разбился в дребезги, правую ногу ампутировали выше колена, левую ниже колена, ног нет, абсолютная инвалидность первой группы. Человек очень хотел летать, он вернулся в авиацию, он засыпал командование просьбами вернуть в авиацию, боевую авиацию, когда началась война, но тут уже, как говорится, перебирать харчами некогда. Его пустили в кабину боевого самолета, в первые же вылеты над Дюнкерком разбил немецкий самолет, командование задумалось, оценило, ну, прямо скажем, по-честному и пропагандистский эффект, его назначили командиром авиаэскадрильи, английский эскадриль, эскадрон такое странное было образование, где летчиков был, ну, по штатному расписанию, там летчиков было 26 и 18 самолетов, то есть самолетов больше, чем летчиков, никто больше так не делал, вот она, это 212 эскадриль, и видите, там ее эмблема, то есть пинок под зад некому человеку, очень похожему на Гитлера. Он успешно воевал, он сбил и во время битвы за Британию, и далее 20, с порядка по заявкам немецких самолетов, в 1941 году был сбит над Францией, немцы обнаружили, он сел, смог спуститься на парашюте, были ошеломлены, по радио связались с англичанами, у него сломался один протез, англичане сбросили с воздуха второй протез, но бок с ним, трижды пытался бежать из плена, дожил до конца войны, и когда 15 сентября 1945 года над Лондоном проходил военный парад, посвященный битве за Британию, именно он возглавлял 12 спидфайеров, эскадрилью ветеранов войны, но не он один мог решить судьбу войны, а огромную роль сыграли иностранные добровольцы, да, в небе над Британией воевал фактически пятый антифашистский интернационал, уже упомянутый Хью Даудинг, маршал авиации, командующий истребителями британскими, написал, после военных воспоминаниях, этот статус тоже везде приводится, если бы невеликолепный материал, человеческий материал, предоставленный польскими эскадрильями, их непревзойденная храбрость, я не решаю сказать, что исход битвы был таким же, и признаюсь вам, ну, читая это, я всегда воспринимал, ну, понятно, долг, вежность, уважение, люди приехали воевать за твою страну, нет, нет, за этими словами стоит вполне себе понятная статистика, каждый пятый, каждый пятый летчик-истребитель, принявший на стране британское участие в сражении, был не британским, или добровольцы из Европы, или британские доминионы, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия, Канада, прежде всего, на первом месте по численности были поляки, польские летчики, и по эффективности польские летчики, в частности, была 303-я польская истребительная эскадрилья, видите, ее замечательная эмблема, да, там не случайно эти самые косы, переделанные в копья, это, ну, отсылка к польским косинерам, которые под руководством Костюшки поднимали восстание против русской царской империи, 303-я истребительная эскадрилья воевала на Харикейнах, не самым лучшим самолете, имела самое высокое среди всех эскадрильи соотношение сбитых к потерям, 3 к 1, ну, заявили, конечно, больше, но после военной подсчеты показали, что 55-60 немецких самолетов они сбили, и секрета в этом, понимаете ли, нет, довольно сложно это понять, но это так, маленькая Польша, в сравнении с Британией, маленькая и бедная страна, но у нее была авиация, и все летчики, которые прибыли добровольцем в Англию, это были профессиональные военные, профессиональные военные, с нормальной довоенной многолетней подготовкой, да еще и с опытом, да, несколько недель, но с опытом войны в воздухе, и они действительно были лучше подготовлены к ведению воздушного боя, чем английские мальчишки 20-летние, которых посадили в кабину Харикейна или Спитфайра, при этом надо иметь в виду, что самым результативным польским в кавычках летчиком был Чех Йозеф Францишек, да, он был Чех, после того, как Чехословакия, ну, скажем так, капитулировалась, слилась, он унигрел в Польше, воевал там в польских ВВС, потом, после поражения Польши Англия, Йозеф Францишек заявил 17 сбитых, ну, вероятно, их реально было меньше, но 17 сбитых самолетов за время битвы за Британию погиб 6 октября, скорее всего, просто от переутомления уснул и потерял сознание в полете и разбился, кроме того, обнаруживаемый среди польских летчиков летчика по фамилии Шапошников, 8 заявленных побед, среди польских летчиков мы обнаруживаем князя Голицына, но про князя Голицына нельзя не сказать, тем более, что в своей книге на мировых спящих аэродромах я ошибся, и надо исправить ошибку, никого и ничего князь Голицын во время битвы за Британию не сбил, но история интересная, да, самый натуральный князь Голицын, прям, дальше некуда, когда началась революция и гражданская война, его отец вместе с маленьким сыном покинули Россию, попали, добрались до Англии, там он вырос, там он стал летчиком, там он стал летчиком, однако, однако, он не успел принять участие ни в боях над Францией, ни в битве за Британию, потому что в то время, когда князь Голицын стал летчиком, истребителем британских ФВС, его родина, ставшая Советским Союзом, напала на Финляндию, другую часть его родины, и князь Голицын, летчик, добровольно отправился в Финляндию, добровольцем записался в французскую авиацию, но пока он доехал, он тоже не успел принять участие в боях, потому что 12 марта 1940 года было подписано соглашение, однако, он оставался в финских авиации, и, в общем-то, ситуация была такая, что война могла возобновиться, она действительно так, в любой момент, и вот тут вот начинается, начинается сражение над Англией, английский, подданный английского короля, британский летчик, естественно, подает заявление о том, что он хочет вернуться назад на родину, и вот тут у финнов терпение лопнуло, что-то они сказали, парень, ты мечешься, то сюда, то туда, и фамилия у тебя какая-то не финская, вообще не шпион ли ты, история это для кино, и князь чуть было не оказался в тюрьме, но его отец, Голицын, князь старший, был лично знаком тогда еще до революции с молодым бароном Маннергеймом, в результате Маннергейм его лично знал, Маннергейм вмешался, Голицына-младшего выпустили из Финляндии, он добрался кружным путем до Англии, вступил, снова возобновил свою службу в устребительном командовании британских ВВС, и да, действительно, именно он, князь Голицына, на высоте 13 километров, на специально оборудованном спидфайре, сбил немецкий высотный разведчик Юнкерс-86, но он его не сбил, он его повредил, заставил прекратить полет, после чего немцы вынуждены были отказаться от использования этих самолетов, то есть, все было, был князь Голицын, был самый высотный воздушный бой, но это было за хронологическими рамками битвы за Британию. После этого длинного, предлинного предисловия, и опуская все технические моменты, мы переходим к описанию самого сражения, оно расписано поминутно, оно расписано поминутно, битва за Британию это для британцев, для англичан, для английских историков, английского общества это такая, священная корова, там все расписано поминутно. В кратчайшем изложении, в кратчайшем изложении, все началось 12 августа, 12 августа 40-го года, когда 300 немецких бомбардировщиков под прикрытием 900 истребителей нанесли сокрушительный удар по трьему, трьему английским аэродромам, а также по английским радиолазборам, локационным станциям. Ну, что бывает, когда такая туча самолетов налетает на аэродром, почему не на три аэродрома, даже по советским, по версии советской историографии, 22 июня немцы нанесли удар по 63 советским, 66 советским аэродромам. Что же после этого бывает? Ну, мы знаем, что бывает. Во всех советских учебниках написано 1200 самолетов, в том числе 800 на земле, Советский Союз закончился, стала новая Россия, не советская, 1200 самолетов, в том числе 800 на земле, мы смотрим какой-нибудь британский, европейский, французский, многосерийный сериал, посвященный истории Второй мировой войны, и трагический голос сообщает, что в первый день 22 июня сокрушительным ударом по аэродромам немцы уничтожили 1200 самолетов, советских самолетов, в том числе 800 на земле. Так, что же получилось сокрушительного удара по аэродромам в Британии? Ну, что с них получилось? Есть немецкие отчеты. Аэродром, удар по аэродромам Мэнстон, отмечены прямые попадания 12 500-килограммовых фугасных бомб и 4 зажигательных 250-килограммов бомб, я читаю, в ангаре и казарме, а 4 500-килограммовые бомбы взорвались среди взлетающих британских самолетов. Что происходит с советским авиаполкомом или советской авиадивизией или в целом ВВС фронта после этого? На следующий день он исчезает, а сокла летчики на грузовиках и автомобилях перебазируются в тыл, готовятся к следующим битам. А в Англии все происходит по-другому. Все происходит по-другому. На аэродроме Мэнстон, который весь засыплен фугасным 500-килограммовым бомбом, безозвратно потеряно всего 4 и спидфайера. Остальные в течение ночи восстанавливают, летное поле восстанавливают. Из 5 поврежденных РЛС 4 восстановили к следующему дню, 5 не восстановили, но поставили маскирующие ЛКВ-передачи, которые имитировали работу локатора. Результаты первого дня. Это результаты первого дня. Далее, следующий день, следующий день, 12 августа, немцы повторяют сокрушительный удар по британскому аэродрому, теряют при этом 36 самолетов, то в воздухе англичане безозвратно теряют 22. 13 августа, 480 немецких бомбардировщиков под прикрытием 1000 истребителей, 1500 самолетов, громят эту самую прибрыженную полосу. 15 августа, рекордное напряжение, немцы поднимают 520 бомбардировщиков, 1270 истребителей. Именно этот день и стал днем максимальных немецких потерь, за один день немцы потеряли в воздухе 75 самолетов. 75 самолетов. Что-то все работает, все работает, аэродромы не исчезают, истребители не исчезают. Тут немцы вспомнили о том, что у них есть вот это сокрушительное, сокрушающее и неотвратимое оружие, пикирующий Юнкерс 87, который, как мы знаем по любому советскому кино по войну, пикируют, пикируют и все, бросают, бросают, бросают и бросают свою единственную бомбу с единственной своей качалки. 16 и 18 августа немцы собирают имеющиеся у них юнкерсы пикирующие и наносят серию сокрушительных ударов по британским аэродромам. Результат 40 пикировщиков безвозвратно сбиты, 10 еле дотянули до французского берега, там совершили вынужденные посадки, ошеломленный Геринг принимает решение навсегда запретить использование пикирующих юнкерсов против аэродромов. А почему на все очень просто? Если аэродром это поле, на котором стоят брошенные никому не нужные самолеты, то да, удар по аэродрому получается сокрушительно успешным. Если аэродром это место, на котором базируется воинская часть, воинская часть, дисциплина, командование, приказы и так далее, то атаковать аэродром истребительной авиации так же безопасно, как тыкать палкой в осиные улей. 19 числа, 19 августа плотная облачность затянула Ла-Манш, и стороны начали подводить итоги. И стороны начали подводить итоги. Немцы потеряли меньше, чем за неделю, меньше, чем за неделю 300 боевых самолетов, 300. Англичане потеряли в полтора раза меньше, 213 истребителей, в том числе на земле всего-то 30 из них. Да, потеряно в полтора раза меньше, но немцы могли себе позволить терять много, англичан самолеты были считанные. Самое же страшное это то, что за первую неделю англичане теряют 154 летчика. То есть каждый десятый из тех, что было в начале. Убитые, раненые, пропавшие без вести. Это за одну неделю. В конце конца облачность разошлась и началась вторая, пожалуй, самая напряженная фаза боев. Это с 24 августа по 6 сентября. Солнце сияло две недели безостановочных боев в воздухе. В среднем немцы поднимали в день осуществляли по тысяче самолетов вылетов. Редеющие силы британской авиации пытались этому сопротивляться. Однако потери росли, накапливалось утомление. Люди тоже нежелезные, в таком режиме летать и воевать в воздухе трудно. В частности 31 августа англичане теряют за один день 39 самолетов. Безвозвратно 14 погибших пилотов. Некоторые удары англичане уже просто пропускают. То есть появляются эпизоды, когда немцы просто прилетели, отбомбились по аэродрому, уничтожили на аэродроме. Нападает не один, была тыловая база, 28 самолетов. А Черчилль в эти дни спал, не раздеваясь, а в помещении штаба истребительного командования. Результат второй серии такой. Результат второй серии такой. Англичане потеряли безвозвратно 285 самолетов истребителей плюс 180 серьезно повреждены и выведены из строя. Складываем, даже множество делить не приходится и видим, что к 6 сентября потери британских самолетов истребителей сравнялись с первоначальной численностью. А поскольку немецкие летчики, ну это неизбежно, это всегда везде, двукратное завышение потерь в докладах летчиков, это просто норма той войны, а поскольку все эти еще цифры немцами завышались, то к началу сентября Геринг, Гитлер пребывали в уверенности, что британская авиация заканчивается, что сейчас вот, вот сейчас вот англичане израсходуют последние 10 истребителей и небо очистится. Однако, однако факты заключались в том, что если на начало операции у англичан было 720 самолет истребителей, то к 31 августа и стало 754. У этого удивительного чуда увеличение численности авиации при том, что потери достигли уровня первоначальной численности, имеется имя, фамилия и даже громкий титул Макс Эткен Вильям Максвелл 1 Барон Бивербрук. Бивербрук. Барон был старый дядька, ему на тот момент был 61 год. По понятиям того времени просто старик. Родился он в Канаде, в канадском захолустье, маленьком городишке, в семье приходского священника. Сделал блестящую карьеру. Это был человек невероятной энергии. Канада была ему тесной, он быстро переместился в Англию. В 10 году, соответственно, в возрасте 31 года, он уже становится членом палаты общин. В 11 году произведен в рыцарское звание. В 17 году он уже министр информации и барон Бивербрук. Было для него сделано такое звание. Бивербрук некое что-то в Англии, потому что барон должен быть привязан к какому-то месту. Но главной частью карьеры барона Бивербрука, он был очень энергичный, скажем так, не сильно разборчивый в методах человек, это грандиозная газетная империя, газетная империя, газетный магнат. Созданная им газета Дели Экспресс стала самой тиражной газетой в мире. Произошла даже американская газета, у нее был тираж под 2,5 миллиона, миллиона, что по тем временам просто немыслимо, поднял много бабла, поднял много бабла, стал богатейшим человеком, под занавес своей карьеры, страшно сказать, лорд-хранитель печати, в отдельных других источниках пишут, лорд-хранитель малой печати, не беру судить, каков был размер печати, прожил долго, прожил долго, по завещанию в 64-м году умер, все свое завещание передал боготворительному фонду. Так вот, с Черчиллем они познакомились в 11-м году. Винстон Черчилль, наследник герцога Мальборо и сын провинциального священника, они очень хорошо нашли друг друга, соответственно, когда 10 мая 40-го года Винстон Черчилль стал премьер-министром Англии, через 4 дня он назначает успешного предпринимателя, газетного магната, министром авиационной промышленности. Лотбер был понятием о том, где у самолета нос, где у него хвост, но он правильно понимал, что это не его задача, его задача организовать. Организационные способности у него были феноменальные, раз, он умел работать с людьми, два, вся его газетная империя, вся его газета была ориентирована, вы будете смеяться, на рабочий класс, и главное, подписчиками, покупателями были английские рабочие, рабочие, в прямом смысле слова, те, которые работают, большевики, коммунисты, как известно, рабочими называли пролетариев, то есть неимущих тунеядцев, живущих на подачке. Он знал, как воодушевелить людей, он был мастер пиара. В разгар битвы лорд Биверпрук обратился к Англии призывом сдать алюминиевые кастрюли и сковородки, чтобы мы из них могли сделать много-много самолетов. После войны уже сын Биверпрука писал, что это был абсолютный пиар, ничего они там много не собрали и много спидфайеров в израсте сковородок не сделали. Но человек умел воодушевить и зажечь людей, а результат вот какой, а результат вот какой. В марте месяце британская авиационная промышленность, огромная страна, мастерская мира, британская промышленность сделает в марте 40-го года 177 самолетов, в мае 325, в июне 446, в июле 496 самолетов в день, в месяц, извиняюсь, в месяц. Вот отсюда и то чудо, в результате которое, несмотря на огромные потери самолетов, численность британских истребителей в строю не только не уменьшалась, но медленно, неуклонно росла. Для сравнения, Германия, огромная страна, которую никто не бомбил, которая все было хорошо, у которой был союзник на Востоке, который поставлял необходимый сырье, что у него не было через него транзитной вели. Так вот, немцы в 40-м году в среднем по году делали 156 одномоторных, ну, то есть мессошмидтов истребителей в месяц, а конкретно в разгар сражения в августе 40-го года они сделали 173, в сентябре 218, то есть более чем вдвое, более чем вдвое меньше, чем делали англичане, зажатые блокадой, под бомбами и вообще ситуацией, ну, просто последнего и отчаянного усилия. Как сказал уже после войны Даудинг, многократно упомянутый лорд Даудинг, командующий истребителей британских, у нас была организация, у нас истребительная команда, у нас были люди, у нас был боевой дух, который мог бы принести нам победу в воздухе, но у нас не было запаса машин, необходимых, чтобы выстоять на прекращающейся битве. Лорд Бивербрук дал нам эти машины, и я не преувеличиваю, когда говорю, что никакой другой человек в Англии не смог бы этого сделать. Как бы то ни было, но надо просто признать и зафиксировать, что первую победу англичане одержали здесь, на сборочном конвейере, обладая несомненно худшими на тот момент худшими потенциальными возможностями, они вдвое обогнали немцев в производстве истребителей, самолетов истребителей, и это имело свои последствия. И вот тут-то мы подходим к переломной точке, а переломная точка этого сражения это 7 сентября 1940 года. Что произошло 7 сентября? Ну, если коротко, то немцы нанесли массированный первый в этой войне массированный удар, авиационный удар по Лондону. А дальше чуть подробнее. С началом сражения, с началом битвы за Британию действовал строжайший категорический приказ Геринга, соответственно, сделанный на основании указаний так называемого ферруера ни одной бомбы на жилые города, жилые кварталы. Дело в том, что, ну, это мое предположение, я думаю, оно вполне обоснованное, Гитлер продолжал держать дверь открытую, понимая все огромные риски, которые связаны с попыткой высадиться через Ла-Манш, он держал дверь открытой для возможных дальнейших переговоров о каком-то компромиссе с Черчиллем. Естественно, он понимал, что кровь и убитые гражданские лица очень сильно помешают возможному соглашению, поэтому действовал категорический запрет. Однако, в ночь с 24 на 25 августа, во время одного из многочисленных немецких налетов, ночью тоже прилетали и бомбили, хотя главные удары, конечно, происходили днем по свете Божьего дня по аэродромам. Группа одна эскадрильи немецких бомбардировщиков с силой навигационной ошибки, что для тогдашней техники было более чем реально, ошиблась и вместо агрозавода в Ротчестере отбомбилась по, соответственно, восточным пригородам Лондона, и, соответственно, были какие-то потери среди гражданского населения. Ну, скажем, прямо Черчилль уцепился за эту ситуацию, и на следующий день был организован первый в этой войне массированный, первый массированный налет на Берлин, 81 английский двухмоторный Веллингтон отправились бомбить, оперативный результат ничтожный, ночь была туманная, только 29 самолетов смогли вообще найти Берлин из 81 и куда-то что-то сбросить. Это показалось Черчиллю мало, и они это три раза повторили. Фактически чисто демонстрационные провокационные налеты на Берлин проверили терпение Гитлера. Ну, терпение Гитлера понятно, что было по определению, это был нетерпеливый человек, это одна из трех версий, что удар по Лондону, перенос усилия на Лондон, это результат преднамеренной провокации Черчилля. Это одна из трех версий. Вторая версия совсем простая, в 41-м году Министерство авиации, информация, извиняюсь, Великобритания подготовила официальный отчет о сражении, там она объясняла дело так, к 6 сентября немцы, я цитирую, следуя своему заранее подготовленному плану, автоматически перенаправили налеты против столицы и против столицы просто потому, что подошло время сделать это. Но есть и третий вариант, который мне представляется как раз таки самым реалистичным. Дело в том, что Хью Даудинг, командующий истребительным командованием, извините эту автологию британским, исповедовал и жестко, несмотря на огромное сопротивление сверху, снизу, с политических кругов, с военных кругов, проводил в жизни совершенно ненормальную, противоречию всем писанным, не писанным нормам военной науки тактику. А военная наука требует концентрировать усилия в нужном месте, в нужный момент. Даудинг вводил в бой свои истребители крохотными капельками. Тогда, когда немцы присылали тысячу, полторы тысячи самолетов, Даудинг поднимал 5, 10, 15 эскадриль из 49 из 53, которые у него было. То есть, большая часть британских истребителей в любой из дней сражения была на земле. В воздухе была меньшая часть, и вот такими комариными укусами он атаковал немцев. Это вызывало бездну, неудовольствие возражений и критики, но Даудинг твердо стоял на своем. Это называют тактика. Я бы сказал, что это не только тактика, это больше, чем тактика. Это человеческий материал, который позволял такую тактику реализовать. У Даудинга были истребители, у Даудинга были летчики, люди, которые могли подниматься и вступать в бой с огромной тучей немецких самолетов, и в каждом из этих боев противник имел 3, 4, 5-кратные численное превосходство. А зачем это надо? А тактика очень понятная, более того, подтвержденная, статистически подтвержденная практика воздушной войны, Второй мировой войны. Чем больше самолетов в воздухе на единицу истребителя, тем больше шансов, что истребитель кого-то собьет. Да, это именно так. Это можно назвать самоубийственная тактика, но она эффективна. Если одна истребительная эскадрилья 12 самолетов поднимается в воздух, а навстречу летит туча немецких бомбардировщиков, прикрытые в трое большие тучи немецких истребителей, есть кого сбивать. Да, такая тактика имеет свою цену, но есть кого сбивать. И немцы поняли, что происходит, соответственно, думали, что же им дело, в частности, 3 сентября Геринг собрал командующих воздушными флотами, у них было большое совещание, которым решался именно этот вопрос. Как же в конце концов заставить англичан поднять воздух, если не все, то большую часть их истребителей, чтобы наконец-то можно было за 1-2 дня их перебить. Отсюда и выросло вот это решение, в конечном итоге оказавшимся фатальным для немцев, перенести центр усилий на Лондон. Логика понятна. если мы начнем кромсать и истреблять столицу, но тут уже придется им отбросить все свои тактические размышления и поднимать в воздух все до последнего самолета. Как бы то ни было, как бы то ни было, 7 сентября был ослепительно солнечный день, ослепительно солнечный день. Прямо днем 300 бомбардировщиков немецких в сопровождении 648 истребителей двинулись бомбить Лондон. Иж получилось так, это не была тактика, так получилось, что англичане удар пропустили. Нет, они, конечно, подняли воздух, они подняли аж 23 эскадрильи из 50, но они опоздали, и они смогли атаковать только уходящую волну немецких бомбардировщиков. Удар был страшный, а вот те фотографии, которые всегда проводятся во всех статьях, газетных иллюстрациях по поводу битвы за Британию, это имя, вот этот пылающий Лондон с клубами дыма, которые были видны за десятки миль, это именно бомбардировка 7 сентября, город полыхал, из хранилищ на Темзе вылилась нефть, полыхала Темза на полтора километра, город был настолько освещен пожарами, что немцы продолжили с 8 вечера до 7 утра уже, соответственно, 8 сентября, еще подсыпали 300 тонн фугасных и 13 тысяч зажигательных бомб, в Лондоне за один день было убито и ранено 1600 человек гражданского населения, а в портах, на судах, в портовых доках было уничтожено или повреждено 109 тысяч тонн грузов. В общем, эффект был, эффект был, а самый главный эффект был пропагандистский. Дело не только в том, что немецкие, конечно же, газеты были заполнены от первой до последней страницы вот этими фотографиями, главное то, что слабый ответ британские авиации воодушевил немцев, они решили, что да, похоже, у них действительно самолеты-то начали кончаться. Тут, правда, опять погода, в следующие несколько дней удары продолжались, по Лондону продолжались, но погода не позволяла собрать много, и наступило 15 сентября, воскресенье. Да, именно этот день уже сколько, 80 лет празднуется в Великобритании как день битвы за Британию. В воскресенье 15 сентября, когда немцы собрали все, что у них было, и в течение всего дня наносили, правильнее сказать, пытались нанести сокрушительный удар по Лондону. Однако, это уже было 15 сентября. За это время англичане смогли чуть-чуть передохнуть после того, что у них происходило в конце августа. На утро 15 сентября у Даудинга уже было в строю 802 истребителя. Немцы понимали, что их ждет, поэтому в утреннем на лете соотношение истребителей немецких и бомбардировщиков было 3 к 1, а вечером тогда же 5 к 1. Англичане подняли воздух, может быть, поэтому этот день считается днем битвы за Британию самое большое число 27 эскадрильи, в результате полный разгром, немецкий разгром. До Лондона удалось прорываться только отдельным группам бомбардировщиков, повреждения были минимальные, немцы реально потеряли 56 самолетов, английские газеты на следующий день написали про 175, потери англичан были в два раза меньше, они потеряли реально 26 самолетов, даже меньше, чем вдвое меньше, чем вдвое меньше, но самое главное это ошеломительный эффект, который произвело 15 сентября на Геринге командованию Люфтваффен. Они-то думали, что все закончилось, а встретили огромную массу истребителей, которые атаковали их и на подходе, и на дотходе. Дело в том, что Лондон все-таки не на берегу, все-таки от Лондона до восточной кромки берега Ла-Манша там где-то 60-70 километров, туда 60-70 оттуда, это добавляет еще плюс 10 минут пребывания немецких самолетов в зоне действия британских истребителей. ни о чем в мирной жизни очень сильно меняли в ситуации войны в воздухе. Самолету той эпохи надо было примерно 5-6 минут, чтобы подняться на высоту 5-6 километров, то есть высоту, на которую происходили воздушные бои. Соответственно, плюс 10 минут это у англичан появлялась возможность нанести еще один второй удар на отходе. В результате долгих и мучительных раздумий 17 сентября через два дня после 15 сентября Гитлер дает приказ о переносе на неопределенный срок даты высадки. Она была назначена представить себя на 21-е. Еще через несколько дней британская разведка, авиаразведка фиксирует начавшееся рассредоточение немецких транспортных средств, то есть баржи начали уходить назад на Рейн, при этом еще было англичанам обладировщики, о чем они сказали ни слова, которые уже успели к тому моменту потопить 214 десантных баз и 21 морской транспорт. Итоги. Немцы еще продолжали пытаться до конца сентября осуществлять дневные налеты на Лондон, но перелом стал уже очевиден. Условные, очень условные даты завершения сражения считаются 6 октября, когда немцы практически свернули дневные налеты и в дальнейшем уже терзали Британию только ночными террористическими налетами по большим британским городам. Результат. Результат цифр. Примерно с 12 августа по 6 октября немцы безвозвратно потеряли 1218 самолетов, в том числе 675 истребителей. Много мало. Для сравнения посмотрим на то, что за вторую половину 41-го года за первые 6 месяцев Великой Отечественной войны или войны на Восточном фронте немцы на Восточном фронте потеряли 1363 самолета, в том числе 514 истребителей. То есть за 6 месяцев войны на Восточном фронте потери самолетов были чуть больше, а потери истребителей так и даже заметно меньше, нежели за неполные два месяца боев битвы за Британию. При том, что на Советском фронте немцев встречало не 700 и не 800 истребителей, а огромная группировка, одни только потери советской авиации за вторую половину составили составили тысяч самолетов, то есть немцы перемололи гигантскую группировку. Однако дело же в том, что между потерями самолета и потерями летчика есть разница. Англичане теряли самолет над британской территорией, поэтому, как мы видим по цифрам, на два сбитых британских самолетов приходился один погибший британский летчик, один благополучно спускался. Средняя статистика такова. Немцы теряли и самолет, и экипаж. За время за эти два месяца сражения к 6 октября немцы потеряли 2800 убитыми летных экипажей, плюс 750 в плену, плюс 340 раненых. Потери Люфтвафф в летном составе в пять раз превысили потери королевских ВВС. На конкретных примерах была у них очень эффективная авиагруппа третья авиагруппа 52-й истребительной эскадры. К началу октября в строю осталось 4 летчика из 40-ка. 4 летчика из 40-ка. Самая эффективная результативная была 51-я знаменитая эскадра Мюндерса. Ну, правда, не за время сражения, а в целом и за весь 40-й начало 41-го года эскадра потеряла 116 человек летчиков, то есть практически полностью летный состав был выбит. А потери такие, которые немцы уже никогда не смогли возместить и никогда уже такой численности группировка на одном фронте они развернуть не могли. Но самое главное, у них полностью сорвался весь стратегический план. Ибо не удалось завоевать правосходство в воздухе, а соответственно не может быть речи о каких-то попытках десанта через Ла-Манш, и возникает большая проблема, что же делать дальше. И в этом тупике они и пребывали. До того момента, когда 18 декабря 40-го года Гитлер решил, что выходом из тупика является операция Барбарнуса. Тогда была подписана директива номер 21 операция Барбарнуса. То есть если нам не удалось совладать с одной Англией, то давайте мы еще устроим себе войну на двух фронтах, еще начнем воевать и против Советского Союза, вот тут у нас все и пойдет. Вот такой удивительный выход из стратегического тупика нашел Гитлер, и к чему привело это решение всем, слава Богу, известно. То есть англичане одержали грандиозную победу. Цена этой победы страшная. Цена этой победы страшная. За время сражения до середины октября британские ВВС потеряли 544 летчика истребителя убитыми. 544. Каждый третий, каждый третий, если считать по отношению к исходной численности. Да, численность росла, все время проходили какие-то новые пополнения. В общей сложности считается, что порядка 3000 летчиков хотя бы один день, один вылет совершили во время битвы за Британию. Но в таком случае у нас получается, что погиб не каждый третий, погиб каждый шестой. Это невероятно высокий уровень потерь. Для сравнения, для сравнения, советские ВВС, советские ВВС, в 42-м году, это цифры из Кривошеева уже, не я их считал. Кривошеев приводит такие цифры, за весь год. Безвозвратные потери 24%, то есть каждый четвертый боевой экипаж советской авиации в 43-м году, самые большие потери 39% от численности, но это за год, но это за год англичане потеряли каждого третьего за два месяца, за два месяца боев. Из 52 командиров эскадрин погибло 14 за два месяца, еще 10 получили тяжелые ранения и на длительное время вышли из строя. В одной из эскадриль 43-й эскадриль по номеру за два месяца сражения сменилось 4 командира, убивали следующие, убивали следующие, убивали следующие. Как я уже говорил, потери среди добровольцев тоже 102 человека погибших, то есть примерно тоже каждый третий от первоначальной численности. То есть победа досталась очень дорогой ценой, очень дорогой ценой, но результатом заплачено это было за то, что Гитлер впервые за время Второй мировой войны потерпел сокрушительное стратегическое масштабо поражение, оказался в стратегическом тупике, выхода из которого так никогда гитлерская Германия и не нашла. На этом мы завершаем наш сегодняшний разговор. Продолжение следует...